Эй, ребята, всем привет, с вами снова Джонни на канале JoyWire. Добро пожаловать в мое приключение в мире Майнкрафта. А я ближайшие, наверное... Ну, наверное, прошедшие пару дней будет правильно сказать. Черт возьми, почему всегда, когда я снимаю интруху, начинает идти дождь? Последние пару дней я занимался строительством дома. Но покажу я вам его в самом конце. Покажу таймлапс, как он строился, и покажу, что у меня, собственно, получилось. Пока не подглядывайте. Но для меня это был достаточно серьезный, достаточно глобальный проект, скажу честно. Потому что пришлось вырубить весь лес здесь. Пришлось залезть на горы и там добыть ель, потому что безумное количество ели понадобилось. Я в шоке. Дизайн был взят у прекрасного ютубера под ником Mythical Sausage. Возможно, вы видели его канал. Кто не видел, рекомендую. Рекомендую посетить. Очень-очень приятный дядька. И билды, конечно, у него просто замечательные. А об этом позже. Сегодняшняя идея. Или мое желание. Черт возьми, там утопленники. И рыбка тверкает. Прекрасно. Только этого мне не хватало в жизни. В сегодняшнем эпизоде я еще небольшую ферму высадил, потому что нам понадобится пшеница. Я хочу привлечь коровок и сделать эту одноклеточную пассивную коровьи ферму. Потому что нам понадобится кожа. Я хочу зачароваться. Я хочу зачарованную броню. Хочу библиотеки. Хочу зачаровательный столик. И отправиться в преисподнюю, чтобы надавать чертям посракам. Как вам такое предложение? Давайте соберем, наверное, че есть. А во время дождя можно спать? По-моему, можно спать только во время грозы. Я не разбираюсь. Вот это ж созревшее. Бе-е-е. Деточка, смотри, у нас... Мы еще можем куриную ферму замутить. Но автоматическая куриная ферма с поджариванием, она, по-моему, требует кварца. А если требует кварца, значит, нужно ват опускаться, а мы... Мы не готовы. У меня все, что есть из брони, это кусок железного нагрудника. И то уже немножко покоцанный. Поэтому, наверное, первым делом коровки. К счастью, не смотрите на дом. Не смотрите на дом. Он слишком прекрасен, чтобы показывать его. И обычный дом. Обычно, честно. Самый обычный. Я уверен, что вы можете лучше. Я верю вас, ребята. Вы, наверное, делали намного лучше. Давайте здесь, наверное, немножко осветим. По-моему, я на этой горе видел коровок. И если их привезти, можно сделать просто элементарную, простейшую, самую начальную пассивную ферму с коровками. Заодно, если вы не знаете, как это делается, я с удовольствием расскажу вам. И надеюсь, этот скилл пригодится вам. Ну, действительно, ферма очень простая. Наверное, вот здесь еще один факелочек воткнем. И парочку тут. Чтобы здесь хотя бы не спаунились. В любом случае, сейчас будут появляться все-таки на улице темно. Наверное... О, смотрите. А если перейти в горную биомы, здесь идет снежок. Крутота. А это не круто. И это тоже не круто. А где... Может быть, на горе? Я видел. Точно. Клянусь. Честно. Здесь бегали коровки. Здесь бегали пара коровок. Честно скажу... Я их не убивал. Глянусь. О, смотрите, какие у него модные... Изис. Я бы на самом деле поубивал немного скелетов. Я боюсь, что они слишком жесткие для меня. Я боюсь, что это закончится вообще... Трагично. Очень. И там еще миллион криперов. Целых три. Это практически миллион для меня. Не, давайте... Я постараюсь не смотреть на дом. Я не хочу спойлерить. Я хочу показать таймлапс, но еще слишком рано. Я хочу показать его в конце, поэтому я не буду смотреть на дом изо всех сил. Черт. О, блин. За что? За что он такой крут... Блин, я еще сверху к нему залез. Вы же сейчас все увидите. Так, не смотреть, не смотреть. Проходим мимо. Вы ничего не видели. Я на ощупь практически добираюсь, потому что сам не знаю, что где находится здесь. Так, и... И кроватка. Не смотреть. Закройте глаза. Сейчас не время. Сейчас нельзя. Вы все увидите в свое время. Пока рано. Если кому-то понадобится схематика, я... Я делал. Я строил этот дом в креативе, и... Потом загружал схематику, и на основе нее... Отстраивал его здесь, на этой карте. Могу поделиться. Ну, или... Действительно, найдите просто видео Мификал Соседж. У меня на канале есть открытый плейлист, который называется Майнкрафт Билдс. И... Я туда добавляю самое полезное, что смог найти. Я слышу, как скелетик горит. Там, пожалуй, самые полезные билды, которые вообще можно найти. Всякие крутейшие фермы, самые эффективные от Ильманго там, и от ребят с Айкрафта. Просто безумные вещи. И... Естественно, это должно быть где-то собрано. Я беру на себя эту ношу и просматриваю ютубчик с запросом Майнкрафт крутые билды. Добавляю их к себе. И там... Там есть. Я... Я надеюсь. Если нет, закидайте меня камнями и комментариями на тему Джо. Где это видео у Мификал Соседж, как отстроить этот дом? Он не самый эффективный. В плане расположения предметов, шкафов и прочей ерунды. Я его немного модернизировал, чтобы побольше можно было предметов хранить. Но... Наверное, все-таки там не самые большие хранилища. Если вы хотите что-то круче, то, наверное, надо за другим билдом обратиться. Чтоб можно было сложить туда намного больше вещей. Но для начала, прям как самый первый домик, наверное, да, наверное, очень даже достойно. Здесь тоже осветим, чтобы здесь в пещерке не спаунились дурачки. Не обращайте внимания, просто... Просто дядьке нужен уголь. Всегда. Ну, как бы, не всегда нужен, но в данный момент пригодится. Мы очень... Я каждый раз это говорю, что мы сильно просели по ресурсам, но мы действительно просели по ресурсам. Потому что мы не добывали ресурсы. Кстати, ГЦ меня 30-й уровень и ни одной смерти в этом прохождении. Пока. Рано или поздно это случится. Ладно, хватит угля, здесь его еще миллионы. Давайте поищем коровок. Я вижу свинку. Со свинок же не падает кожа. Нужны коровки, чтобы... С них фармить кожу. Потому что из кожи потом... Из кожи и бумаги делаются книги. А из книг делаются книжные полки. А книжные полки бафают зачаровательный столик. И мы можем делать... О, смотрите, там альпаки. Да? Они... А на чё их... А как их призывать? О, курочка. Они ведутся на пшеницу? Эй. Эй. Вам интересно? Заинтересован? Ты заинтересован? Ну а чё он скушал? Но они явно не хотят за мной идти. Их можно вырубить. Так, не ори на меня. Ладно, давайте оставим их в покое. Я не уверен. Возможно, их надо поводком приводить. У-у-у-у. Я здесь не ходил, кстати. Я не знаю, какие рядом биомы, но... Это... Это саванна, да? Тропическая какая-то. Я вижу акации. А-а-а! У нас есть деревня с жителями. По соседству. Давайте посмотрим, что у них есть дома. Давайте их ограбим. У меня, кстати, прошёл как раз дебаф от... От этих, от рейдеров. Может быть, у них есть коровки, и мы угоним двух коров у них? А у них есть коровы. Я вижу коров. И день, и солнце ещё в зените, так что у нас есть время. А у них есть... Хлеб, седло, пригодится. Сажени с акации. Да, спасибо. Траву. Семена пшеницы. Э, у нас полно. А у них есть торговцы здесь? У-у-у, смотри, он может кожу менять на изумруды и кожаные штаны. Давай за это. Кожаные штаны, кожаная куртка. А чё у тебя дома? Спасибо. Пара изумрудов. Кожаные ботинки. Мы это используем. У-у-у, ты посмотри, какой красавчик. Так, с вами всё понятно. Мы не будем вырубать у них сено, у нас... А, во, мы возьмём пару арбузиков. Я, кстати, нашёл коров. Ну, или коровы нашли меня. Возьмём пару арбузиков, высадим. Чё вот это? Это тоже семена пшеницы. Я думал, что это может какая-нибудь морковь. А, возьмём ещё... И высокой травы возьмём. Её куда-нибудь можно применить. Для красоты. Ты посмотри, какая огромная деревня. Я видел только двух поселенцев за всё это время. Вот здесь ещё киси где-то орёт. А, простите. Я нарушил целостность какого-то... Куда-то место. Куча хлеба. Очень прикольная деревня, кстати. О, вон ещё коровы. Слушайте, может мы приведём даже больше? Смотрите, у них даже здесь каменный и железный голем. Ты не торгуешь? Ребят, извините, но мне это надо. Я искал эту штуку для внешнего вида. Мне кафедра, или как трибуна, безумно нужна была. Прям очень. Это прям то, что надо. С коровами разберёмся позднее. Здесь стол кузнеца, овечки. О, кстати, с коричневой шерсти овечки. А их, кстати, тоже очень даже манит пшеница. Давайте пока не будем. Это, наверное, дом мэра. Он единственное отличается от всех. Он какой-то на подъеме. Слишком круто. Бумагу. А, ты можешь делать карты. Это картограф. У него есть бумага. У него есть три чистых карты. Эй! Мы можем сделать стол картографа и зафигачить свои собственные карты. Крутяк. Я думал, у них фонтан, а это просто какая-то протечка. О, привет. Железные топоры, а ты уголь меняешь. Ууу! Где кисик орёт? Это мой кот орёт? А, нет, смотри, там бегают кисы. А, две кисы. Господи. Кисы, это прекрасно. Ладно. Живите в своё счастье, ребята. Как говорится, всего вам хорошего. Хорошего настроения. Я уведу ваших коров. Не обращайте внимания, не отвлекайтесь. Попробуем, наверное... Чем больше вначале мы возьмём с собой коров, тем эффективнее. Три коровы. Я бы хотел взять четыре, чтобы их можно было скрещивать. Во, четвёртая. Эй, эй. Идём сюда. Во, четыре коровки. И солнце начинает садиться, так что нам надо чуть-чуть поторопиться. Ребят, нам идти далеко. Ну вы чё? Мы будем идти? Эй, вернись! Я тебя люблю. Всё, вы идёте? Блин, они очень медленно идут. Чёрт. Да ё-моё. Нам нужно поспешить. Пожалуйста. Мля. Я спрошу. Давайте мимо овечки пройдём, чтобы её не бойтить. С овечками отдельная история будет. Она сама по себе, а мы и сами по себе. А вы идёте? Всё нормально? Блин, там ещё овечки. Доджим, доджим. Мимо овечек. Давай, давай, давай. Давайте, давайте. Молодцы. Молодцы. Хорошо, справляйтесь. Осталось ещё чуть-чуть. За эту горку, а потом ещё за одну. Возможно, четырёх даже и не нужно было везти. Можно было взять двоих и плодить их. Но с четырьмя всё пойдёт гораздо быстрее. Суть фермы заключается в том, что необходимо в пределах одной клетки упаковать этих коровок и кормить до тех пор, пока их не станет сколько там, 25, 26, 27? Какое-то такое количество. Если после этого их продолжать кормить... Ты не останавливайся, пожалуйста, иди. Продолжать кормить, они будут дальше плодиться, но из-за того, что количество организмов внутри одной клетки превышено, превышает число 25, допустим. Давайте остановимся на 25. Я не уверен. Возможно, 27. Я не исключаю, что это число 27. Если это число превышено, то новые появившиеся коровки или телята будут вытеснять предыдущие. Предыдущих. То есть большие коровки будут погибать от того, что я их кормлю, а молодые будут оставаться жить. И таким образом мы будем кормить просто кучу коров пшеницей. Взрослые будут погибать, дропать мясо и дропать кожу. Солнце уже садится, мне страшно. Но мы очень близко. И вас все еще четверо. И мне это нравится. Возможно, их сперва стоит завести в дом и запереть там. Мы уже почти дошли. Вас все еще четыре. Все еще. Да, все еще четыре. Тут уже светло. Тут уже не должны спавниться злые мобы. Четыре же? Все, мы никого не потеряли. Отлично. Осталось их только попробовать завести домой. Я надеюсь, они могут через дверной проем пройти. Я вот насчет этого не шарю. Какой красивый закат. О, черт. Майнкрафт даже без шейдеров крутой. Но таймлапс с шейдерами, сразу признаюсь. Ау. Все нормально. Коровки. Три, четыре. 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 В домах. Ну давайте. Я умоляю. Заходите по одной. Пожалуйста. Ну давайте. Ну что вы упираетесь? Давай, давай, давай. Ты можешь. Да вы что, издеваетесь, что ли? Ой, какие же они дурачки. Это пипец. Или дурачок я? Сломать проход? Я не хотел бы. Они же сбегут, если я сейчас пойду спать, да? Почему вы не можете пройти? Неужели вы такие крупные? Маленькие коровки. Карликовые. Ну почему? Ну что вы упираетесь в проход? О господи, какие же сложные. Как же с ними сложно. У меня всего три блока с собой строительных. Я понял, да. Кушайте, родители. Я все понял. Очень. Да, да, да. Я все слышу. Я все слышу. Давайте сделаем, да, вот такую штуку. Я боюсь, сейчас я клянусь. Вот когда я занимаюсь вот этой хренью, всегда, просто всегда подкрадывается какой-то крипер. И мы погибаем. Давайте, давайте. Все, у вас отлично получается. Вот, молодцы. Да. Да, просто молодцы. Все, чуть-чуть, чуть-чуть, тихо, тихо, тихо. Все нормально, все нормально. Давай, ты сюда. Хватит выходить. Я для чего делаю тюрьму? Чтобы вы не выходили. А вы продолжаете выходить. И меня расстраиваете своим поведением плохим. Так, вернитесь. Так, мы сделаем это по-другому, ладно. Я уже чувствую шипение крипера. Я клянусь. Так, все, эти заперты. Теперь ты идешь сюда. О, это так сложно. Вообще, очень просто. Я усложняю, наверное, это... До такой степени, что это кажется сложным. Все. Спасибо. Спасибо. До свидания. Все еще не смотрю. Все еще не показываю. Ну, вы все видите. Так неинтересно. Домик неплох. Не самый лучший. Возможно, лучше можно. Я уверен, что можно лучше. Там делают просто ребята такие штуки. Так. Нам понадобится ведро воды. земля. Наверное, лучше камень. Используем булыжник. Возьмем булыжник. И кусочек забора. Два. И отсюда. А отсюда. Симпатично. Ну, в смысле, будет ужасно выглядеть. Но это должно сработать. Наверное, зря я взял только камень. Ну, допустим. Ладно. А где-нибудь... Да где-нибудь рядом, я думаю, можно расположить. Зачем? Зачем куда-то далеко упаковываться, да? Сделаем здесь небольшую структуру. Типа такого плана они будут забираться. И можно будет их сюда скидывать. Воду пока не будем наливать. Воду в конце. И... Все. Это должно сработать же. Да, по идее. Сейчас посмотрим. Йоу. Че, как ночь? Нормально? Я не сомневаюсь, что все было нормально. Так, сейчас начинается самое сложное. У-у-у. Это была быстрая коровка. Да и я. Так. Очень сложно. Очень сложно. Давай-давай-давай. Если бы они еще не толкали друг друга... Есть еще одна. Следующая. Давай, буреночка. Давай, родная. А-а-а. Ну-оп. Во-во-во-во-во. Все, не толкаю. Я сам. Оп. И последняя. Давай сюда. Слушай, быстрее, чем в трехклеточную яму получилось их закинуть. Давай-давай-давай. Давай-давай-давай. Еп. А теперь ставим сюда заборчик. Чтоб туда всякие заразы не залазили. Наливаем на дно водичку. И все. И нормально. Да. Ну, теперь время от времени их надо подкармливать, чтобы они там расплодились. Но очумент уже анлокт. Так что... Небольшая, но коровья наша индивидуальная ферма получилась. А это можно вырубить. И это мое. И это мое. И вот это мое. Так. Допустим. То, что я хотел сделать, все получилось. Супер. Давайте посмотрим на домик. Я сейчас... Покажу вам таймлапс строительства. Там не все, к сожалению, потому что у меня заняло, наверное, часа-два времени, чтобы построить этот домик. И... Это, безусловно, было тяжко. Безусловно. Куча времени. Куча... Просто на строительство дома. При том, что там ничего заоблачного, но... Просто я не настолько хороший в этом вопросе. Давайте покажу вам таймлапс. И после него мы вернемся, и я медленно еще покажу, чего у нас с вами получилось. Погнали? Погнали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Абсолютно ДимаTorzok 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 И в крыше, ну вот в верхней части Прикольно получилось Хотя можно было тоже сделать из дерева Или можно было бы сделать такие Светильники Ну все еще думаю насчет крыши Если у вас есть предложение Всегда можете добавить в комментариях Здесь трехместная кровать С прикроватной скамьей Все с цветами Сундуки Разделил на сундуки со всякими полезностями И все что осталось от дерева У меня куча еще бревен Осталось темного дуба Потому что не так сильно понадобился Куча дуба И дуб вообще не использовал Еловых досок Еловых бревен было больше всего Мне приходилось наверное Три раза за время строительства Еще дополнительно ходить Докапывать да вырубать дерево И здесь всякое разное с камнем И со всем остальным И наверное не здесь Я уже не знаю что в каком сундуке С этим тоже надо будет разбираться Вот такой домик получился Ребята мне нужен ваш отзыв в комментариях Потому что черт возьми Над этим я постарался Действительно Добыть ресурсы Пара часов Пара часов Можно было бы переключиться там в креатив И сделать все Как Как читер Мы так не делаем Мы все делаем по-настоящему Мы стараемся И получается клево Я бы еще хотел сюда добавить Какие-нибудь картины В пустые места На втором этаже Тоже добавить картины Но это все Все такое Опциональное уже И Наверное Типа будущее Я не знаю почему я постоянно залазю на стол И по импровизированным тарелкам топчусь Дома я так не делаю Это было бы совсем странно Давайте сунем сюда арбузик Пусть тут валяется И Наверное можно гнилую плоть тоже сюда выложить И забрать рыбку И забрать опыт У нас теперь Блин Коровы будут орать конечно Коровы будут орать Нет слов Ну ладно Нам все это нужно ради Все это ради кожи О их уже опять можно кормить Так быстро И опыт за это еще получаю Так Для завершения Или на завершение сегодняшней части Я бы хотел все таки найти сахарный тростник И высадить его рядом Потому что Это второй по необходимости ресурс Для создания Зачаровательного стола эффективного Давайте соберем здесь Чего у нас есть Ведро воды не надо Что у нас созрело И еще вот этот кустик Неэффективно Я знаю что неэффективно посажено Но это не для эффективности На самом деле Для того чтобы немного пшеницы было Я вижу что наступила ночь Но мы с вами бесстрашны И вообще Скажу больше Не боимся погибнуть Я по-моему Не буду врать Мне кажется я нигде здесь Сахарного тростника Да Страханого тростника Не видел Вижу пауков Пауки страшные Пауков не люблю А это не пауки Это Красные цветы Там мак или Роза или что-то такое Они тоже страшные Я вижу миллион скелетов там Мы туда конечно же не пойдем Вижу крипера И все еще не вижу ни одной штучки Сахарного тростника Неужели В этих биомах Это Такая редкость Обычно его же полно Вообще валом Можно было бы сделать лодку И Проплыть вдоль воды Он же обычно растет вдоль воды Там же по-моему Необходимый критерий Для роста сахарного тростника Непосредственная близость воды О черт Неужели нету Давайте заглянем на эту горку еще Я бы не хотел биться с врагами Неужели Нет сахарного тростника Серьезно Да ладно Прям вот настолько редко Я вижу криперов Неудачно Мне показалось Я слышал еще одно шипение Ух Это Это было серьезно Да ладно Ну давайте еще за эту горку заглянем Может здесь О блять О Ё-моё Кто меня стукнул У меня чуть-чуть инфаркт миокарда не случился Нет Мы пойдем поспать Моля Пожалуйста скорее Господи Помилуй Господи О черт О черт У меня еще сердце не остановилось Там крипер идет К нашему дому Ноу Я согласен Коровка Нельзя пускать Вражеских захватчиков К нам домой Ноу Полностью согласен Полностью согласен Пусть они уйдут Мы сейчас покормим еще Коровок Я не хотел Ставить эти факела Простите Пожалуйста Извините Так Коровки Вы покушаете еще? Не Еще рано Так Ну Так 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 Непосредственно близость Слишком хорош Просто ниндзя С этой С этим мечом С этой катаной Просто порубил их Давайте с этой стороны посмотрим Я не хочу искать вдалеке от дома Потому что Я чувствую что где-то рядом Должен быть хотя бы один И все остальное мы уже Костной мукой дополним Неужели нет? У нас здесь столько воды кругом Может все-таки стоит пройти Через эту горку В ту сторону Хм Во Во Я вижу песок Может быть Может быть там Я бы хотел высадить Не автоматизированную ферму Но хотя бы Кстати Не-не-не Там нужны поршни И там нужны Слизевые поршни Так это называется? Которые слизью измазаны И которые притягивают блоки Толкают и притягивают А у нас Еще нет слаймовые фермы Черт Меня постоянно Пугают эти скаты Такие они страшные Зубастые Кстати Вот новая механика Которую я Раньше не видел Либо ее раньше не было Либо что-то еще Когда их атакуешь Они Испускают свои пары И После этого Убегают Я Я не помню Что бы они раньше убегали Ой Я вижу еще коров Но больше я думаю Нет смысла приводить Наши и так Сами расплодятся Да неужели Вообще Вокруг Этой речки Нет Сахарного тростника Представляете Вы когда-нибудь Такое вообще Видели Ну зато Есть грибы И Вот наконец-то Цветы Из которых Все-таки Можно получить Белую краску Белую Опять же Повторюсь Не серую Для серой краски Пришлось мешать Ну к счастью Здесь скаты Водятся А этих цветов Я немножко нашел Сахарный Тростник Да ладно Смотри Вообще нету Неужели Мне придется Идти И торговать Чтобы Хотя бы Одну штучку Заработать Это овечка Фух Это овечка Ты представляешь Нет Сахарного тростника В жизни Такого не видел Не ну У меня Бывали ситуации Когда мне не фартило С биомами Я как-то раз Зарегался И просто Посреди океана Появился И не смог До ночи Найти Землю Видимо Плыл не в ту сторону Это Это неудачная Биома была Но такая Чтобы не было Сахарного тростника Это конечно Это конечно Фигня какая-то А это что Болото У нас здесь Болото А на болоте Кто водятся Ведьмы Я вижу Сахарный тростник Слушай Какие классные У нас рядом Локации Поселения Рейдеры приходили Значит где-то рядом Их фартпост Куча разных деревьев Грибная биомка С кучей цветов Вот он Сахарный тростник Я думаю Этого будет Вполне Себе достаточно Чтобы Быстренько Нарезать бумаги Здесь Шахта какая-то Но я боюсь Ее разведывать Если мне Не изменяет память И Мой топографический Кретинизм Не ведет Нас к гибели А все-таки Пытается нам Помочь выбраться То нам Куда-то В этом направлении Двигаться А если нет То Яйкс Будет неловко Слушай Да Болото Это конечно Интересно Правда же Да На болотах Ведьмы Спаунятся И Можно Ведьминскую Ферму Какую-то Сделать Но это Это что-то новое С этим я Точно не сталкивался Раньше Мне кажется Мы идем в правильном Направлении Или Или нет Здесь куча песка И глины И Это все Было Близко к дому Потому что Я немножко Глины добывал Чтобы сделать Кирпичи И сделать Горшки Цветочные Наверное Лучше забраться Повыше И посмотреть Все-таки С высоты Вон она Наша скала Эй Это ж наша Скала Или там Наша скала Черт Я заблудился Нет Наверное Это все-таки Наша скала О черт Это будет Больно Да Нет Не Да Да Точно Я узнаю Эти места Я не узнаю Эти места Мы заблудились Сто процентов Заблудились О черт Мы что Правда Заблудились Шутки В сторону Мы где Мне надо было Сделать Скриншот Координату Давайте Заберемся На гору Наша гора Была Самая Высокая Самая Заснеженная Вообще Во всем Мире Ни в одном Мире Майнкрафта Не было Такой Высокой Заснеженной Горы Как Как в Моем Мире Еловый лес Да И мы С обратной стороны Этой горы Находились Да Похоже Что вот эти ели Я высаживал Потому что Они очень криво Растут И вот так Вот высаженная ель Это наверное Все таки Мое достижение Нежели Достижение Игры Нет Да Нет Я такое Причувствие Что мы Очень близко О здесь Столько угля Наверное Сейчас не самое Лучшее время Добывать его И быть жадным Лучше Осторожно Ау Сказал осторожно И убился С высоты Птичьего полета Мне кажется Мы Очень близко Но я все еще Жду Не дождусь Как я увижу Хоть один факел Который я Недалеко от дома Ставил Тогда мне точно Станет спокойнее Я не знаю Координаты дома Если мы Из-за Сахарного Тростника Потерялись Я буду Так Зол Так Зол Да не Не Все Мы здесь Коровок проводили Мы дома Вон они Факела Ух На секунду Я напрягся На секунду Я напрягся Скажу честно Без стеснения На секунду Стало Очень страшно К счастью Это была Всего секунда Давайте попробуем Накормить коровок Посадим Сахарный тростник На другой стороне И Нет Вы все еще Не хотите кушать Да что ж Вы такие Неголодные Мне вас вообще Это плодить надо Так Сколько у меня Восемь штук Это даже больше Чем я хотел На самом деле Можно было бы С одной штуки Размножиться Ну восемь штук Так восемь Найс Найс Пойдемте Заберемся домой И можно завершать Сегодняшний эпизод Ребята Огромное спасибо За то что Подключились К моему прохождению К моим приключениям В мире Майнкрафта Я Очень рад Вашим Комментариям Ваши ответные реакции Вы вообще Просто супер Большое спасибо За поддержку Я действительно Не знал Как преподнести Этот контент И то что вам понравилось Что я Делаю таймлапсы И в каком ключе Передаю контент И это Это здорово Я рад что нашел Вообще язык С вами Это Это прям Супер И С вами был Джонни Специально для Канала Joywire Не забудьте Подписаться на канал Поставить лайк И позвонить В колокольчик Если вам понравилось Это видео А ваша поддержка Просто неоценима И помогает В развитии канала Если вам Необходима Схематика К этому дому Или ссылка На видео И я забыл Где-то разместить Обязательно Напишите Об этом В комментариях Я исправлюсь Закину вам В ответ В реплае Еще раз Огромное спасибо Джонни Для канала Joywire Всего хорошего Увидимся В следующей серии Наших приключений Всего хорошего Ребята Пока